Всем доброй ночки. Ну тут карамелька после Линьки еще развлекалась, как могла, все имущество перетягивала, воду разливала, салфетка мокрая, с фарном вытащила, стопудово в будке сидит, тут даже не обсуждается. Солнце, кушать выходи, да, ты жрать-то хочешь, я знаю, знаю, даже не обсуждается. Выходи, выходи, давай, будем кушать. Тормовой объект уже разморожен, так как девчонка голодная, вот ждем реакции. Ну-ка, ну-ка, солнце, давай, догоняй. Ну-ка. Ой, догнала, что тут гоняться, а это отдай. Не отдам. Давай, давай, сама забирай, забирай, забирай. О, суши получились прямо вообще. Блестит, красавица. После Линьки так вообще красопета. Намоталась, нарулонилась. Все, солнце. Теперь же я тебе хочу аккуратно снять. Да-да-да. Все, сама занимайся. Приятного тебе аппетита. Наголодалась, скажи, из-за этой Линьки. Да. У нее обычно получалось как-то линять до кормления. А этот раз на той неделе что-то не сложилось совсем. Скажи, прав ты, Кава. Солнце, ты не с той стороны, конечно, начала. Ну, в принципе, тебе уже оно и так зайдет. Да. Ты уже размером нормальным. Кстати, как-то покажу по калибру малышей-удавчиков. Вот вы гляньте, как ротик открываться умеет. Вот это да. Я так не могу. Это самое. Малыши-удавчиков сейчас размером, собственно, с маисиков. С малышей. То есть у них сейчас калибр одинаковый. Просто удавчики пошире будут в кондиции. Тело-то немножко отличается анатомически. Поэтому как-то так. Называется, а ну-ка, запихнись. Ну-ну, удачи тебе, солнце. Как уже говорила, ротик у змей раскрывается порядочно. Челюсти могут двигаться еще и разными сторонами. Правой и левой. Поэтому запихиваться для них не проблема. Так что старается изо всех сил. Молодец. Вот. Умничка. Я уже говорила, им пора увеличивать кормовые объекты размером. Но так как запасов еще много в морозилке. Новые покупать пока не буду. Пока хватит им этих. А как съедят. Вот тогда, да. Тогда как раз и удавам чуть крупнее надо будет. И им. Пока пусть доедает то, что имеем. Причем обратите внимание на этот морской узел. Ей так удобно. Отлично видно, как дышит. Если присмотритесь. Если вот сейчас вот гляньте. Вот тут. Вот скажи, я тут дышу. Легкие у них длинные. Так что тело сокращения слышно. Не видно. Дыхание. Интересно. Ребенок старался. Уже почти запихнулось наполовину. Молодец. Скажи, что тут не будешь стараться, останешься голодным. Скажи, без вариантов. Тут только стараться надо. Как-то так. Вот тут вот, скажи. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Это про нас. Да, желтизна у нее на шее проступает с каждым разом, с каждой линькой все больше. А крас меняется на взрослый. Ну, красавица все равно, как бы, приятных оттенков. И оправдывает название свою карамелька. Все. Говорит, я пошла на форсаж. Тут уже глотать быстро, удобно. Включила скорость. Раскрыла челюсть и погнала. Все нормально. Скажи, я могу. У меня все получится. Вот, вот, вот. Да, реально так интересно. Челюсти у них раскрываются. О, и все. Запихнулось. Сейчас поправит. И будет снова красивая. Да, ибо с таким лицом как-то не очень. Я уже говорила. Она в таком виде мне мурену напоминает. Когда заглатывает. Да. Все. Умничка. Ну, теперь осталось распрямиться немножко, чтобы проглотить до конца. До сих пор мы полупрозрачные. Да, и он халочек можно рассмотреть сквозь кожу. За счет такого светового пигмента. А на хвосте, гляньте, бабочки нарисованы. Вот, если присмотреться. Вот они там. Рисуночек интересный. Все, говорит, я покушала. Умничка. Молодец. Сейчас я чистую салфеточку и будешь переваривать. Ну, а в субботу покормлю катрили. На следующую неделю уже их можно будет выровнять, кормиться в один день. Тоже воды умудрилась разлить. Только все поставила на место. Специально показываю. Вот так выглядит контейнер после чистки. Вот домик стоит здесь, водичка здесь. И вот потом на следующую кормежку посмотрите, какой будет бедлам. Да, она умеет это делать. У нее суперспособность наводить хаос. Продолжение следует.